10 персонажей из Гарри Поттера, которые могут появиться в фантастических тварях Книга о Гарри Поттере является самой продаваемой в мире. На сегодняшний день продано 500 миллионов экземпляров книги. Фанаты находятся в предвкушении спин-оффа под авторством Джоан Роулинг, который явится миру в виде франшизы «Фантастические твари», и они будут просто счастливы вновь встретиться с любимыми героями. Посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как «Золотая троица» могла бы появиться в фильме, хотя на момент описываемых в фильме событий они еще не родились. Сегодня мы расскажем вам о 10 персонажах из Гарри Поттера, которые могут появиться в фантастических тварях. Привет, котятки! Я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас в интернете можно заработать и на квартиру, и на машину, и на отдых. Когда, пацаны, последний раз такие деньги в руках держали? Я вчера сел, закинул до 50 рублей, и вот, вот, выигрыш. И если вы хотите тоже так же отдыхать, так же зарабатывать, то переходите по ссылке, которая находится внизу видео, и удачи вам! Алоха! Альбус Дамблдор Warner Bros. уже подтвердили, что Альбус Дамблдор появятся в фантастические твари преступления Гриндевальда в исполнении Джуда Лоу. Вы, скорее всего, уже знаете, что два волшебника были друзьями в молодости, но между ними возник конфликт, итогом которого стала гибель сестры Альбуса. После этого они не разговаривали. Теперь, когда Гриндевальд хочет установить власть волшебников над маглами, Дамблдор – единственный, кто может ему помешать. Он одержит над ним победу в 1945-м, но все еще не ясно, каким образом. Николас Фламель Когда стало известно, что действие второй серии будет проходить в Париже, многие поклонники стали полагать, что, возможно, мы познакомимся с одним из лучших французских магов, чьего лица еще никто не видел. Warner Bros. подтвердили, что мы увидим в фильме Николаса Фламеля, чью роль исполнит Бронтис Джадаровский. Этот персонаж появлялся в книге «Гарри Поттер и философский камень», в которой Волан-де-Морт пытался украсть эликсир жизни, чтобы стать бессмертным. Попытается ли Гриндевальд позже украсть результат их работы, как Волан-де-Морт? Том Редл Он родился в 1926-м, в год, в котором проходит действие первой серии «Фантастических тварей». В 1945-м, в котором будет проходить действие последнего фильма из пяти, он станет выпускником Хогвартса. Один из главных героев, Дамблдор, будет работать в Хогвартсе в роли учителя. Так что очень вероятно, что мы услышим о молодом волшебнике, который впоследствии станет Волан-де-Мортом. Рубеус Хагрид А вот и наш любимый полувеликан. Если вы помните, в «Гарри Поттер и тайная комната» говорится о том, что Хагрид учился в Хогвартсе одновременно с Томом Редлом. Поселив в Хогвартсе Василиска, позже убившего волшебника полукровку, он свалил вину на Хагрида, аргументируя это дружбой последнего с гигантским пауком Арагогом. Хагрид рассказывал, что получил яйцо от таинственного странника, а это описание отлично подходит Ньюту. Их любовь к магическим созданиям не единственное, что их объединяет. Их обоих исключили из Хогвартса из-за этого увлечения. Хотя оба они не сделали ничего плохого, Хагрид отлично вписывается в сюжет фильма. Когда Warner Bros. рассказывали о персонажах второй серии «Фантастических тварей», таинственный персонаж в исполнении Клауди и Ким привлек наше внимание. Все, что известно о ней, это то, что на ней лежит проклятие, из-за которого она постепенно превращается в животное. Она работает в цирке, главным номером которого является девушка-змея, и мы думаем, что, возможно, это она и есть. Некоторые поклонники считают, что она может быть преемницей Слизерина. По вышеперечисленным причинам, многие считают, что именно она впоследствии станет змеей Волан-де-Морта – Нагайной. Ариана Дамблдор В «Фантастические твари и где они обитают» мы познакомились с обскурами, превращающимися в обскури, одним из которых является Криденс. Это волшебники, которые подавляют свои способности, и подавляемая энергия в итоге выливается в виде неконтролируемого обскури. Многие поклонники уверены в том, что мы наконец узнаем, что произошло с сестрой Дамблдора Арианой в одной из серий «Фантастических тварей», ведь вероятно, что она обскур. Она начала подавлять свои магические способности после того, как подверглась атаке со стороны молодых маглов. После этой атаки она уже не была прежней. Аберфорд даже описывал ее как взрывоопасную. Многие поклонники считают, что Гриндевальд мог использовать Ариану так же, как он использовал Криденса. Мы надеемся узнать об этом в одной из серий. Минерва МакГонагал Эта теория не особо популярна, но существуют некоторые доказательства того, что МакГонагал может появиться в «Фантастических тварях». В конце концов, как и Дамблдор, в то время она преподавала в Хогвартсе. Они познакомились в тот период, когда сердце МакГонагал было разбито. Она узнала, что ее возлюбленный женился на другой. Мы уверены, что они говорили о Гриндевальде в то время, и именно МакГонагал убедила Дамблдора сразиться и одолеть Гриндевальда. Она важный персонаж истории, и мы действительно хотели бы, чтобы эта сюжетная линия появилась в «Фантастических тварях». Мы точно знаем, что Темный МакГ в исполнении Джонни Деппа еще появится в следующих сериях. Нужно вспомнить о его роли в книгах о Гарри Поттере, чтобы понять, как будут развиваться события. После отчисления из Дурмстронга, Геллерт познакомился с Альбусом, и они стали лучшими друзьями. Оба они хотели власти волшебников над маглами ради общего блага. Они оба искали дары смерти, пока между ними не возник конфликт. Мы уже знаем, что во втором фильме Геллерт получил бузинную палочку, и нам не терпится увидеть величайшую дуэль в мире волшебников. Ньют Саламандер Никого не удивит то, что Ньют Саламандер, чью роль исполнит Эдди Редмейн, появится в следующем фильме серии. «Фантастические твари и где они обитают» — книга, по которой учились в Хогвартсе, а Гарри Поттер даже оставлял в одной из них свои записи. Мы счастливы видеть, как кто-то из Пуффиндуэ наконец получает заслуженное внимание. Золотая троица Вы, вероятно, задаете себе вопрос, как такое возможно, ведь они еще не родились в то время. Но Джоан Роулинг нашла выход из ситуации. Она сказала, что они могут нанести на себя большое количество грима и исполнить роль актеров массовки в сцене в баре. Нашей задачей будет отыскать их в фильме. Актеры не смогут исполнить свои привычные роли, но мы все равно увидим их в одной из серий. Эмма Уотсон подтвердила, что с удовольствием появилась бы в одной из серий фантастических тварей. А кого бы вы хотели увидеть в фильме? Расскажите об этом в комментариях.